Полицейский сдал принца. Что произошло? Кто из принцев, сыновей королевы, занимался сексом прямо под ее окном? И это было не единожды. Почему американская прокуратура затевает дело против сына королевы Елизаветы II? И чем это кончится для королевской семьи? Сегодня у нас очень интересный скандальный выпуск. Смотрите до конца, будет интересно. Будут одни факты и события. Давайте на червое! Американская прокуратура, как стало известно, в течение нескольких месяцев готовит материал против принца Эндрю. Принца Эндрю могут посадить в тюрьму, его могут экстрадировать в Америку, и все очень плохо кончится для сына королевы. И это не домыслы, а абсолютные факты. Американские СМИ и американские правоохранительные органы призывают к тому, чтобы все пострадавшие выходили из тени. Хотят собрать компромат не только на Гислин Максвелл и остальных, а именно на принца Эндрю. Сын королевы – это та добыча, за которой они охотятся. Добрый вечер! Вы смотрите канал Дочи Ньюз. Сегодня у нас очень сложная тема – принц Эндрю. И мне хочется напомнить вам, уважаемые зрители, мы вас любим. Пожалуйста, поддерживайте наши ролики, вне зависимости, кто его герой. Не переносите отношения к принцу Эндрю на нас, на авторов. Ведь мы рассказываем вам актуальные новости, и это наш труд. Пожалуйста, помните это. Заглядывайте на канал Амур и Ройл, там сегодня интересный ролик. И не забывайте, что каждый вечер мы вас ждем на своих каналах. Невероятный скандал, откровение принца Эндрю журналисту в BBC. Помните то самое интервью, когда принц Эндрю лично потопил себя, потопил свой корабль? Рядом, во время этого уничтожающего принца Эндрю и королевскую семью интервью, сидела принцесса Беатрис и слушала о похождениях своего отца. Репортер BBC дал интервью Daily Mail, и он с ужасом вспоминает и рассказывает о том, что принц Эндрю спокойно сидел и рассказывал о своих отношениях с несовершеннолетними, о своих отношениях с Гислин Максвелл, о своих отношениях с Джеффри Ипштейном, и о том, что он ни о чем не жалеет, оглядываясь назад при принцессе Беатрис. И это сейчас на всех страницах СМИ. Просто представьте эту ситуацию. Поникшая принцесса Беатрис рядом со своим отцом не знала, куда себя деть. Слушая о его сексуальных похождениях с подростками. И прежде, чем я перейду к Гислин Максвелл и к тому, что сделал полицейский принцу Эндрю, и что происходит именно сейчас, напоминаю, что королева Елизавета II дала денег своему сыну, принцу Эндрю, чтобы он заплатил и заткнул рот жертве Вирджинии Джуфре. Он заплатил 12 миллионов долларов, хотя у нее не было доказательств. Ну а теперь Гислин Максвелл. О ней говорит весь мир. Бывший офицер королевской охраны, который прослужил в Букингемском дворце более 10 лет, рассказал, что у Гислин Максвелл и принца Эндрю были сексуальные отношения, которые давали ей право проникать в Букингемский дворец, когда ей захочется. И она открывала двери Букингемского дворца буквально с ноги и была очень груба с персоналом и с ним лично. Высокомерие дочери бывшего опального медийного магната не имело никаких границ и не шло ни в какое сравнение с королевской семьей. Пол Пейдж, так зовут этого охранника, рассказал в интервью о том, что принц Эндрю устроил вместе с Гислин Максвелл в саду интимную вечеринку, прям под окнами королевы Елизаветы Второй. И эта вечеринка имела интимный характер, и что они занимались сексом под окнами принца Филиппа и Елизаветы Второй. И что он, этот полицейский, видел это лично, и это было не единожды. Гислин Максвелл имела доступ не только к Букингемскому дворцу, но она открывала с ноги дверь и Балмарал, и другие дворцы Ее Величества. Кроме этого, весь персонал убедился в том, что у принца Эндрю и Гислин Максвелл есть сексуальные отношения после проведения таких вечеринок под окнами королевы Елизаветы Второй. А далее Пол Пэйдж нам рассказывает, что принц Эндрю настаивал и просил всю охрану о том и всех полицейских о том, чтобы никто не смел записывать посещение Гислин Максвелл. Нельзя было ее записывать в журнал посещения. Об этом он просил всех и наказывал, если те отказывались, что являлось очень необычным явлением и грубым нарушением всех протоколов. И, конечно, абсолютно вся охрана и все полицейские, а также работники дворцов знали о том, что если Гислин Максвелл обидят, если ее не допустят до принца Эндрю и во дворец, то следом принц Эндрю устроит скандал, будет кричать и кричать матами. Несколько раз офицер Пол Пэйдж нам рассказывает о том, что эта дама была крайне недружелюбна и крайне невежлива, и о том, что она не могла найти общий язык ни с кем, кто находился и работал в этом дворце. Во время слушания в суде Гислин Максвелл рассказала, что ее отец, медийный магнат, домогался ее в детстве. И теперь сегодня стало известно о том, что во время нахождения в тюрьме она получит целых 500 часов с психологом, психологической помощи. И это всех возмущает. Сейчас все социальные сети и СМИ наполнены этими сообщениями. С чего ей такая привилегия? А также наглые адвокаты Гислин Максвелл хотят перевести ее в Великобританию. А также они хотят улучшить условия нахождения в тюрьме Гислин Максвелл, требуя для нее более комфортных условий. Но стало известно, уважаемые друзья, что в тюрьме ее ждут с нетерпением. И из нее выбьют всю ту грязь и всю ту спесь, которой Гислин Максвелл, поверьте, очень много. Газеты нам рассказывают о том, что женщины, которые находятся в тюрьме, отбывают срок, ждут Гислин Максвелл не просто так. Ведь она была замешана в преступлениях именно сексуального характера, связанные с детьми и несовершеннолетними. А значит, ей не поздоровится. И если я затеяла разговор о сроке Гислин Максвелл и о том, что она хочет перевестись в Великобританию, то давайте я уточню, для чего ей это. Если Гислин Максвелл удастся перевестись в Великобританию, то ее срок уменьшится. А значит, она может выйти из тюрьмы еще до своего 70-летия. А сейчас Гислин Максвелл 60 лет. Значит, она будет отбывать не 20 лет, а 10 лет. Вот такие вот дела. Газеты и социальные сети буквально кипят и вопрошают, как королевская семья закрывала глаза на такое поведение принца Эндрю. Почему это ему должно сойти с рук? Почему королева Елизавета II, глава англиканской церкви, в течение стольких лет допускала эту женщину, Букингемский дворец, и позволяла ей такие вольности во время нахождения во дворце? Почему это не пресекалось? Ведь, как известно, это длилось очень долгое время. Принца Эндрю ждут непростые времена, и американская прокуратура, скорее всего, исполнит свои угрозы. Ну, а получится у них или нет, мы, конечно же, с вами узнаем. И мы вам об этом расскажем. Я точно помню, уважаемые зрители, как вы мне писали в комментариях, что он сумел заткнуть рот Вирджинии Джуфре, но могут появиться и другие. Так вот, скорее всего, так и произойдет. Многие как в воду глядели. На этом все, уважаемые зрители. Не буду задавать никаких вопросов. Вы все понимаете сами. Как вам принц Эндрю, Гислин, Максвелл, королевская семья, полицейский, который сдал все, ну и, конечно, американская прокуратура, которая пытается посадить принца Эндрю в тюрьму. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Буду благодарна, если вы вернетесь завтра. Пока-пока, до новых встреч. Заглядывайте на Амур и Ройл.